Здравствуйте, дорогие наши друзья и коллеги! С вами Александр, вы на канале Давай Запишем. Сегодня вашему вниманию презентация ещё одной новинки от компании Samson. Конденсаторный USB микрофон Samson Satellite. Начинаем! Ну что ж, даже и не собирается Samson отставать от своих конкурентов, коих сейчас просто огромное количество, поэтому и выбросил на рынок очередную модель. И понятно, что для того, чтобы уцелеть на этом самом рынке, надо потребителя чем-то брать и удивлять. Вот и посмотрим, удастся ли ему это. Начнём с цены. 11 790 рублей, что в общем-то не очень дёшево, но и не так дорого, если посмотреть на всё, чем оснащён этот Samson. Давайте смотреть. Первое, что отличает сателлит от многих других, это наличие трёх диаграмм направленности. Кардиоида, круговая и восьмёрка, что делает этот микрофон, ну своего рода, многозадачным. И обеспечивают эту многозадачность два 16-миллиметровых капсюля, которые расположены, естественно, под вот этой защитной решёткой. Следующий момент. Это возможность отключения как самого микрофона, так и мониторинга, что в некоторых случаях бывает очень полезно. Ну а если захотим просто сделать немного потише, пожалуйста, регулятор к вашим услугам. Дальше. Этот микрофон можно прикрепить к микрофонной стойке или пантографу. Снизу у него имеется стандартное резьбовое соединение. Либо установить его на своём рабочем столе, используя вот эти распрекрасные ножки, которые интегрированы в корпус. Ну, такой лёгкий привет-напоминалочка от Samson Meteor. Ещё что. Деталь часто необходимая и во многих случаях выручающая. Это ветрозащита. Спасибо Самсону. Позаботились, поскольку когда оно надо, а его нет, приходится что-то выдумывать, искать или изобретать. И, как известно, чаще всего получается лишь бы что. Подключение. Всё сзади. Наушники, миниджек, естественно, и Type-C для соединения с компьютером. Провода в комплекте есть. Их два. Один из которых Type-C Type-A, а второй Type-C Lightning. Что говорит о полной готовности этого Самсона дружить со всеми яблочными устройствами. Ну и прекрасно. Теперь давайте о характеристиках. 20-20 тысяч герц это частоты, в которых он живёт. 24-96 это его максимальное разрешение. 135 дБ это максимальная нагрузка по звуковому давлению. 38 милливатт при 32 омах это мощность выхода на наушники. И, наконец, 340 граммов это его вес на голодный желудок. Что хотелось бы отметить, прежде чем мы с вами перейдём к прослушиванию этого микрофона. Первое. Кнопка Mute. Она здесь не механическая, а что-то вроде очень нежного сенсора. Поэтому с ней надо вести себя очень осторожно, во избежание непреднамеренного отключения микрофона. Ну вот смотрите. Прям вот лёгкие воздушные прикосновения и тут же мгновенная реакция. Так что будьте аккуратны и приспосабливайтесь к этому. И второй момент. Это громкость микрофона. Жаль, что на нём самом ручки регулятора нет, но это как-то пережить можно. Настроил один раз в компьютере и работай. Но главная фишка в том, что запас громкости тут просто неимоверный. Я забегаю вперёд, и чтобы вас не отвлекать в момент теста на разные надписи и цифры, могу сказать, что при записи с расстояния комфортных для работы 20-25 сантиметров, уровня громкости в 55 единиц в настройках компьютера будет более чем предостаточно. И это хорошо, особенно если представить себе ситуацию, когда вам надо будет через восьмёрку взять у кого-то интервью на каком-то приличном расстоянии, или же вы захотите с помощью круговой диаграммы записать какие-то звуки природы или нечто подобное. Берём яблочный планшет или PC-шный ноутбук, едем в чисто поле, включаем всенаправленно, делаем звук на максимум, и слышим, как космические корабли бороздят просторы Вселенной. Так, друзья, достаточно разговоров, подключаемся и слушаем, на что способен наш Самсон-сателлит. Сейчас мы с вами слышим, как звучит микрофон на кардиоиде. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 4, 3, 2, 1. Теперь давайте наденем ветрозащиту. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, микрофон Самсон-сателлит. Полёт нормальный, всё работает. Давайте его чуть покрутим, чтобы услышать, как он реагирует на сигнал сбоку и сзади. Вот это сбоку, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, вот это вот сзади, ну нормально. Если ваше помещение будет несколько приглушено, то никаких проблем не будет. Переключаемся на круговую диаграмму. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 5, 4, 3, 2, 1, 1, 2, 3, 4, 5. Отрабатывает и, как говорится, слава богу. Ну и восьмёрочка. Товарищи, вот то, о чём я говорил. Малейшее прикосновение, нечаянное, и кнопочка мьют сработала. Тем не менее, мы слышим диаграмму 8, говорю в лицо. Теперь вращаю, слушаем сбоку, кручу дальше. Это спинка, 1, 2, 3, 4, 5. Это лицо, 1, 2, 3, 4, 5. Всё слышно и всё, в общем-то, понятно. Ухожу на кардиоиду. И сейчас прицепим этот микрофон к стойке и прощупаем его на предмет вокальной записи. Вновь зажёгся красный свет Ни одной машины нет И черные глаза пустых кафе Ночь спустилась, как вчера По крутым ступеням крыш Всё уснуло до утра Но я знаю, ты не спишь Я, прижав лицо к стеклу По слогам читаю мглу Ты в одном из тысячи домов Что нас ждёт в конце пути Я таксисту не скажу Я хочу тебя найти Я спешу, спешу, спешу В усталом такси До вчерашнего дня Меня довези Довези и меня В усталом такси До вчерашнего дня Меня довези Не оставляй меня Ну что, коллеги, всё, что можно было показать, показали Собственные впечатления оставим при себе Чтобы нас нельзя было заподозрить Ни в продвижении товара, ни в его потоплении А что касается впечатлений ваших То, пожалуйста, на площадку для комментариев Пишите, что понравилось, что нет Что так, что не так И главное, готовы ли вы себе займеть такой микрофон Или для вас есть что-то более предпочтительное Ждём ваши писем И ждём на новой встрече с нашим каналом Всего доброго Три минуты говорил, говорил Последнее предложение, всё, стоп Мне говорят, это профессионализм Ой, кошмар Да Ну что, коллеги Всё, что можно Это всё, это уже пип Не останавливай Это уже всё Это сейчас вот это предложение Я буду дубли 14, наверное, произносить Хлоп Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!